Здравствуйте! Вас приветствует женский блог Семиделка. Сегодня будем делать рулет из сала. Вот такой кусочек у меня сала. Будем его скручивать. Немножко нашпигуем мясо. Куриное кусочек филе. И даже не помню, то ли говяжье, то ли свиное. Ну, не важно, какое у вас есть мясо, то и пригодится. Для этого еще что нам понадобится? Соль по вкусу, перчик душистый. Кто любит, можно и красным перцем присыпать сало. Чесночок обязательно нарежем. Итак, приступаем. Так, салка немножко неправильной формы, поэтому нужно придать ему правильную форму, чтобы было легко нам его скрутить. Ну, вот это, допустим, не хочется мне. Можно обрезать. Вот это немножко кусочек отрежу, пожалуй, тоже. Итак, раскладываем наше сало. Солим. Ну, вот я сколько раз делала такой рулетик. И вот когда солю, как бы вот, думаю, что будет хорошо, всегда маловато. Вот солите так, как будто бы немножко лишнего. Оно впитается и будет хорошо. Хотя, конечно, как говорится, ссорят всегда по вкусу. Перчик тоже вот посыпаем, как будто бы немножко лишнего. А потом будет очень даже хорошо. Мясо. Солим. Ну, еще и перчиком посыпем. Обязательно чесночок. Лаврушечки полтора листика. Если у вас сало с прослойкой, то никаких кусочков мяса ложить, конечно, не надо. Это я положила, потому что у меня сало без прослойки было. Вот таким образом скручиваем. И вот именно как скручено сало, вот в эту сторону крутим нитки. Таким образом. И теперь еще так. Не получилось видео, как я завязываю, как кладу в пакетик полиэтиленовый. Ну, ничего скажу на словах. Значит, у меня не оказалось специального рукава для запекания. Поэтому я воспользовалась простыми двумя полиэтиленовыми пакетами. Сначала в один пакетик положила, завязала узелочек. И во второй пакетик положила, завязала. Ну, и потом в кастрюльку с водой. И пускай все это дело кипит. Вот. Примерно час тридцать, час сорок будет для нашего кусочка сала. А оно у нас около килограмма. Будет достаточно. Пускай варится. Накрыли крышечкой. И пускай варится. На таком огне, чтобы не выкипало, сварился наш рулетик. Освобождаем его от пакетов целлофановых. Оставим, чтобы он остыл. И потом только будем убирать наши ниточки. Ой, такой душистый, такой ароматный. Жаль, что камера не передает весь этот аромат. Пускай остывает. Так, минут тридцать. И потом уже в холодильнике пару часов до полного охлаждения. Рулет наш охладился. Ниточки удалили. Ну, и теперь будем разрезать. Смотреть, что у нас тут получилось. Прекрасный рулетик. Красивый. И, я думаю, вкусный. Рулет получился вкусный, душистый, нежный. Надеюсь, мой мастер-класс вам пригодится. До свидания. Всего доброго. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова